Парк-усадьба Элея – это место для неторопливых прогулок романтических натур. То место, куда нужно привести свою вторую половинку, где вы будете вдвоем, и в неспешных прогулках ничто не будет вас отвлекать. А это место буквально наполнено историями любви, которые здесь чувствуешь интуитивно, даже не зная это место. Это место дышит любовью, и вдыхать этот воздух небольшими дозами крайне полезно. С вами Владимир, и путешествие выходного дня. Парк-усадьба Элея расположен в приграничной области Литвы. Площадь парка составляет 17 гектаров. Примерно 1 час 20 минут езды на автомобиле из Риги, и нас встречают замки и усадьбы южной части Латвии. Эта часть Латвии называется Земгалы. Ее можно проехать за один день, посещая интересные места. По пути из Елгавского замка мы едем к Рундельскому замку и делаем легкую остановку на променад в Илейской усадьбе. И прогуляемся. Земгальские равнины были благодарны для развития земледельческих и усадебных хозяйств на протяжении веков. Истории дворцов, архитектурных форм, размеры, внешний вид парков. Все было настолько шикарно, что не уступало практически итальянским домовладениям. И Илейский парк не был исключением. Усадьба принадлежала семье медемов. Это была очень влиятельная семья. Они очень любили место и развивали его. Поэтому здесь очень шикарный средневековый парк. Плохо сохранившаяся, к сожалению, усадьба. Но целая история любви графини к своему графу. И на основе этой любви, на основе этой истории и держится это место веками. К сожалению, в наше время от усадьбы остались руины. И несколько хозяйственных построек. В парковом комплексе можно видеть вековые дубы. И аллею с более чем 200-летних липовых и каштановых деревьев. Что для Латвии крайне не характерно. В исторических источниках Илея впервые упоминалась в 10 веке. Илейская усадьба была построена в 1753 году. И прекратила свое существование во время Первой мировой войны в 1920-е годы. Принадлежала роду медамов. Ее дополняли различные постройки, среди которых гостевой дом, склад и даже сельский театр. А также другие постройки. Построек было более 18. К сожалению, территория усадьбы попала в театр военных действий. И в 1915 году солдаты сожгли комплекс зданий. И с тех пор было множество попыток восстановления этих зданий. И они были предприняты во время Советского Союза. И во времена независимой Латвии. Но эта территория крайне сложно восстановить, потому что ее фактически нужно отстраивать заново. Это большой бюджет. Бюджет будет составлять порядка 20 миллионов евро, чтобы привести в порядок все здания и сам парк. Поэтому такой суммы у скромной Латвии, конечно же, нет. Место не особо популярно в туристических маршрутах. И, соответственно, она не входит в какие-либо топы посещения Латвии. И посещение парковой зоны бесплатно. Соответственно, никаких инвестиций нет. И вряд ли в ближайшем будущем что-либо здесь произойдет с точки зрения восстановления и развития этой территории. Но вы можете приехать со своей второй половинкой и делать неспешные прогулки. Латвия не такая уж и многолюдная страна. И когда мы путешествуем по Латвии, имеется в виду путешествие выходного дня, мы изучаем кухню, изучаем тепло этого места, энергетику этого места. Это самая важная часть при посещении парка-усадьбы Илея. Здесь есть особая энергетика, но прежде следует изучить историю. Плавно подходим к беседке знаменитого латвийского архитектора Берлица. Расположена она рядом с бывшим Баронским кладбищем, на которое ведет мостик, построенный в 1910 году, чайный домик, ограды с аркадами. Возведены в 19 веке. И это такие осколочки от прекрасной семьи Мэдома, которые разбросаны по всей Латвии. И если вы потрудитесь и изучите историю этой прекрасной семьи, которая развивала эту часть Латвии, Земгала, то ваше путешествие превратится в действительно настоящее открытие. Потому что вы будете собирать эти осколочки, осколочки большой любви графа, графини. И посещая эти места, которые один влюбленный человек создавал для другого, вы будете немножко по-другому относиться к этой жизни. Пожалуй, еще раз напомню, что ансамбль усадьбы создавался по проектам великого Берлица. Это гордость и достояние Латвии. Но наброски делал великий Джованни Кварнеги. Только представьте себе, что по этим тропам гулял великий Джованни Кварнеги, рисуя свои экскизы, которые воплотились потом в усадьбе, в чайном домике, парковой архитектуре. И было это всего-навсего 220 лет назад. В данный момент парк переживает новое рождение. И начиная с 2015 года, этот парк плавно восстанавливается. И моя задача смотивировать вас на посещение этого энергетически приятного места. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Владимир с южной части Латвии. А сейчас, по традиции, реклама самой позитивной страны Евросоюза Латвии. Наши дворцы, наша кухня, наша гордость, наш напиток и лучшая строительная компания Латвии. Бригада 1 – спонсор данного выпуска. И до следующих путешествий выходного дня с Владимиром.